Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить об актерах, у которых пока еще нет Оскара, но только не про этих актеров, а про актеров, которые снимаются в различных лохотронах и которые представляются создателями тех или иных инвестиционных или трейдинговых проектов. То есть какие-то люди создают лохотрон, затем нанимают левых людей, чтобы те отыгрывали свою роль, после чего запускают лохотрон в действие. Я уже делал немало роликов про подобных актеров, но сегодня я хотел бы объединить все это в одном ролике, тем более, что недавно мне написал один из таких актеров и рассказал все как есть. В общем, меня как всегда зовут Дмитрий Костин, и мы начинаем. Ну а прежде чем начать, я конечно же хотел бы поблагодарить своих подписчиков на Бусте. Ребята, спасибо вам огромное за поддержку. Кстати, теперь я там еще и начал рассказывать про заработок в интернете, если интересно, ссылка в описании. Лохотронов в интернете сейчас очень много, но на какие-то из них народ попадается чаще, а на какие-то реже. Немалую роль в этом играют нанятые актеры, так как повествование из уст живого человека всегда вызывает больше доверия, чем просто сухой текст или безликая дикторская начитка. Как правило, существует несколько категорий таких вот говорящих голов, не считая, конечно же, продажных блогеров и знаменитостей типа Оли Бузовой, Коли Соболева и так далее. Речь пойдет о следующих категориях граждан. Фриланс-проститутки. Данная категория людей живет на различных биржах фриланса типа Workzilla и ищет заказы, связанные с видеоотзывами за деньги. Им дают ТЗ и они наговаривают о том, какими они стали богатыми и счастливыми благодаря тому или иному замечательному человеку. Но также, как они избавились от кредитов, ипотек, как они купили квартиру и как они вкусно кушают. И все это благодаря супертрейдеру, коучу и прочим элементам. Олда наверняка помнит Дамира, который чуть ли не под каждым лохотроном мелькал своим лицом. Но он, кстати, и на самом деле оказался тем еще пирамидастом. Запустился проект Торекса, о котором многие уже говорили. Я изучал эту тему. Интересный проект. Похож на известный Антарес. Даже канал свой есть. Правда, теперь он вроде как ушел из пирамид и снимает лайфстайл в формате шортс. Ребят, всех субботы. У нас банька. Кто хочет, присоединяйтесь. Второе – это фейковые трейдеры и создатели проекта. Создатели лохотронов не светят своим лицом. Поэтому им нужен некий козел отпущения, который будет представляться автором того или иного проекта. От него требуется лишь наговорить на камеру текст и, возможно, снять несколько дополнительных роликов, которые будут крутиться в телеграме нон-стопом. Яркий пример – это, конечно же, Евгений Абрамов или Григорий Королев. Ну, помните наверняка этих миллиардеров. Всем привет, с вами Олег Овновский. Но не Говновский, Овновский, естественно. Впрочем, вы это и сами без меня знаете. И вы знаете, это тот редкий случай, когда я с ним даже согласен. Выдавать себя за другого человека – ну, это как-то, я не знаю, низко, непрофессионально. Если ты являешься миллионером, если ты являешься создателем какого-то тру-проекта, то ты сам должен отвечать за свои слова, ты сам должен показывать свое лицо, а не нанимать каких-то актеров или использовать чужих личностей под вымышленными именами. Ну и в-третьих, это, конечно же, откровенные участники, которые, по сути, тоже актеры и тоже без Оскара. Но они именно участвуют в жизни проекта, постоянно пилят новый контент, отвечают на вопросы и порой даже участвуют в различных мероприятиях. Причем зачастую представляются иностранцами, хотя хер там плавал. Яркий пример – это Артур Варданян, он же Эдик Рязанов, и Алекс Рихтер, он же Леха Жировкин. Жировкин, кстати, уже вообще лет как 10 находится в федеральном розыске, то есть уже такой преступник со стажем. Но сегодня мне хотелось бы поговорить именно про вторую категорию, а именно временный найм актеров в рамках одного-двух роликов. Давайте вначале вспомним наших уважаемых старичков. Но начать бы я, конечно, хотел бы с нашего старого знакомого по имени Евгений Абрамов, он же русский волк с Уолл-стрит, он же миллиардер из Форбс. Миллиардер из Форбс – Евгений Абрамов. Его вы могли видеть в долгоиграющей рекламе проекта Quantum Systems. Ролик мощный, минут так на 40, но по сути является плагиатом, ну или адаптацией зарубежного лохотрона. Здравствуйте, меня зовут Евгений Абрамов. Да, я именно тот парень, о котором вы можете прочитать в Форбс и других экономических журналах. Меня также называют русским волком с Уолл-стрит и самым быстрым миллионером. Почему же меня так называют? Ну, потому что я люблю деньги и, как вы видите, зарабатываю очень даже неплохо. Обратите внимание на то, что вам надо сделать. И, как я говорил, не волнуйтесь, вам это ничего не будет стоить. Как вы уже видели, мы зарабатываем довольно много денег. И нам совсем не нужны деньги людей, таких как вы. Персонаж сладко чесал о том, как можно зарабатывать на его проекте. На деле же этого Евгения Абрамова зовут Алекс Лукаш. До всего этого дерьма с Quantum Systems он работал тамадой. После кучи разоблачений и хейта в социальных сетях, он эти самые социальные сети забросил и исчез. Лишь пару лет назад он случайно попал в видео к Эдварду Биллу. Я об этом упоминал. Если ты не голубой... А, это не понял. Я тоже не понял. И давайте-ка вот с восстановлениями аккуратненько еще... А я не прик... Вон еще камера, видите, вон одна черная. И там еще одна. Следующим лицом Лохотрона у нас стал, конечно же, миллионер по имени Ярослав. Который даже не называет свою фамилию, потому что она... Ну, потому что она просто ничего не скажет. Всем привет. Меня зовут Ярослав. Моя фамилия вам ни о чем не скажет. Я не публичная персона, а потому просто Ярослав. Да, все те люди, которые владеют заводами, огромными особняками по всему миру, яхтами, целыми островами, и при этом не воруют в последние копейки у простых людей, и не числятся в друзьях у высших госчиновников. Простите, это из банка, я должен ответить. Да. Да, хочу перевести 20 миллионов рублей. Да, это насчет детского дома. Да, я сегодня подъеду, все подпишу. У него есть очень мощное видео про запои, про жену, которая его бросила, и про то, как он поднялся в люди. На самом же деле Ярослава зовут Игорь Литовкин, и в отличие от того же Евгения Абрамова, то есть Алекса Лукаша, он действительно реальный актер. Когда он узнал, что снялся для Лохотрона, он записал свой видеокомментарий. Здравствуйте. Меня зовут Литовкин Игорь, я актер. И сегодня я хочу поговорить с вами о мошенниках из так называемой программы Общее дело Орг. Когда меня позвали сниматься в их проекте, мне объясняли, что это будет документальный фильм, разоблачающий всякого рода интернет-мошенников, что на примере из наших сцен ведущий будет рассказывать, как легко эти мошенники втираются в доверие и какие психологические трюки при этом используют. Кстати, мне еще тогда написал актер, сыгравший Дворецкого, и сказал, что ему даже мой ролик понравился. А особенно понравилось, что я называю его Альфредом. Ну, это типа, знаете, как Дворецкий Бэтмена. Ну, а следующий персонаж просто восхитителен, я его обожаю, честно. Это, конечно же, миллионер Григорий Королев, автор проекта Детектор Лжио, то есть Детектор миллионера. Григория очень бесили мошенники, которые нанимают актеров, и он решил сделать людям добро, организовав свой проект Детектор миллионера. Нелегко признаваться, но когда-то я был в одной компании с этими типами. Я был одним из этих жадных инфобизнесменов, этих гуру, о которых вы постоянно слышите, которые продают свои знания за бешеные деньги, а чаще всего продают просто кота в мешке. Я отлично зарабатывал, но я просто не мог больше этим заниматься. Эти махинации, совершенно абсурдные заявки, липовые обещания, наняты актеры в арендованных особняках, чтобы скрыть свое истинное лицо. Он тоже актер, но планку у него намного ниже, чем у Игоря Литовкина. Снимается он в основном в сериалах, в эпизодических ролях, или вообще в рекламных роликах. Чего только стоит его реклама скрипышей из магнита. Также, конечно же, не забуду супертрейдеров из финансовой пирамиды Лимпид Кэпитал, которые оказались обычными тамадами. После того, как их разоблачили, они просто позакрывали все свои социальные сети. Ну а теперь переходим к самому главному. Не так давно я упоминал про создателя проекта Pump&Dump Федора Крылова, который позиционировал себя как крутой трейдер и инвестор. В своем проекте он также помогает зарабатывать хорошие деньги, но уже на крипте. Естественно, он тоже оказался актером. Ребята, всем привет. Меня зовут Федор и у меня есть свой проект и команда под названием Pump&Dump. Я являюсь профессиональным трейдером, торговал на различных рынках и с 2016 года торгую на криптовалютах. Сегодня мы разберем такую тему, как я пришел вообще в сферу скальпинга, что мне в нем нравилось и почему я выбрал данное направление. В телеграм-канале Вкладер я увидел, что этот самый Федор Крылов оказался вовсе не трейдером и не автором канала Pump&Dump, а сотрудником цирка Братьев Запашных Денисом Кононовым. Так вот, после выхода моего ролика, где я упомянул про этот канал, ссылку оставлю в описании, со мной связался тот самый Денис Кононов, который рассказал мне, что снялся в ролике по незнанию, так как он уже не раз снимался в различном телевизионном шлаке. Конечно, я такой не поддерживаю, считая, что прежде чем где-то сниматься нужно хорошенько все проанализировать, тем более, если ты снимаешься для левого проекта, а не для четырех свадеб. Но тем не менее, я решил войти в положение Дениса Кононова и посоветовал снять видео, где он во всех подробностях расскажет, как он стал сниматься в различных роликах, как он попал к лохотронщикам и про многое другое. Данное видео нацелено не только на разоблачение проекта Pump&Dump, а в принципе на все лохотроны, где некий богатый успешный бизнесмен рассказывает, как он сделает вас богатым. В общем, так сказать, все про эту кухню. Обязательно посмотрите. Будет интересно и полезно. Привет, друзья. Я Денис Кононов. Я артист Большого Московского цирка, актер, модель, спортсмен, тренер. Я не Федор Крылов. Обращу ваше внимание. Запомните, пожалуйста. Я участвовал, к сожалению, участвовал в проекте канала, сейчас я уже знаю, как он называется, Pump&Dump. Запомните, Pump&Dump. Ну, я так понимаю, так многие называют каналы. Это крипто, там, криптовалюты, биржи и так далее. Я участвовал там, как актер. Перед этим не так давно, я весной снимался в передаче по телеканалу Мир. Кстати, тоже связано с деньгами. Судебные дела, верните деньги. И там также я представлялся не своим именем. Это нормально. Участвовать в каких-то проектах, если это не вредит кому-то окружающим. А тем более, если это помогает окружающим. Там я тоже был по чужим именем. Еще потом я ролик вставлял себе в соцсети. Ну, некоторые, скажем так, знакомые писали, а что, ты действительно одолжил 2 миллиона? Я говорю, ребята, это передачи так снимаются. Я там даже не своим именем представлялся. Вот, как-то так. Поэтому я считаю, это нормально. И поэтому я и вписывался все в это дело, не зная, что там будут разводить людей. Также я и участвовал как актер, и не как актер, а участвовал в проекте «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Также на первом канале в группе поддержки был у Олеси и Анатолия Ермоленко. Да, то есть, для меня это нормальная практика. И тем более, все группы, киногруппы, сейчас многие лоцируются именно в Телеграме, в Телеграм-каналах. Да, и там предлагают какие-то роли и т.д. и т.п. Так вот, мне предложили поучаствовать в таком канале, да, кружочки позаписывать. Ни в одном кружочке не было, там, переводите мне деньги и так далее. Да, там было я на совещании в голосовых, там еще что-то. Но там не было, да, там были слова, там, ну, давайте начинать торговать. Ну, и соответственно, я думал, что там открытые комментарии и так далее. Если вдруг что-то не так, то люди, конечно, начнут комментировать и так далее, типа, нафига вы обманываете и все такое. Поэтому без задней мысли записывал все эти кружочки, видосики. Пока я не увидел, как выглядит структура канала, да, то есть, комментарии оставлять нельзя, все платно и в любой момент могут твои комментарии удалить. То есть, это уже для меня было странно, вообще, даже как для актера, что это за фигня такая, да, там, как-то люди не могут оставить комментарий, да. Потом, в недавнем времени на меня вышел человек, мне написал, который был, якобы, на этом канале. Он мне в двух словах рассказал схему, что он там что-то перевел деньги, тут же его забанили, удалили из группы, вот, соответственно, то есть, как-то так это все работает, да, там, я в подробности не вдавался. Так, друзья, поэтому, проверяйте информацию, да, если вдруг у вас там просят какие-то деньги, передавайте или еще что-то, или вы подписываетесь на какой-то такой канал, перепроверяйте информацию, ну, невозможно, все, как минимум, не передавайте свои средства кому-то. Ссылку на полную версию я также оставлю в описании, и я надеюсь, что данное видео также поможет кому-то не вступить в проект Pump and Dump или подобный проект. Тем не менее, я считаю, что Денис Кононов, как и Игорь Литовкин, молодцы, как минимум, в том плане, что они хотя бы сняли видео и все рассказали, а не зашкирились по углам, как остальные, мол, я ни при чем, я просто снялся. Ну, а теперь по традиции парочка банальных советов. Во-первых, халявы в интернете нет, а бесплатный сыр может стоить дороже, чем вы себе думаете. Во-вторых, не стоит верить каждой говорящей голове, которую вы видите, даже если эта голова известна, или вы ее где-то уже видели раньше по телевизору, или где-то еще. Голов-то говорящих много, а вы у мамы один. Ну и в-третьих, верить можно только Олегу Овновскому, только он сам сделал себя... Так, подождите. Только он сам сделал себя, только он самый умный... Так я такой не писал. Интересно, а что здесь неправда? Ведь все по делу, все так и есть. Ну, а я еще раз хотел бы поблагодарить всех своих бустеров, а в особенности Сергея Алешина и Сергея Долбанова. Вы просто красавчики. Но на этом у меня все. Я надеюсь, что ролик вам понравился. Буду рад вашим лайкам и подписке. Все полезные ссылки в описании. Спасибо за просмотр. Пока. Я же сам умный, Олег Говновский. Как это ко мне попало? Найду, бью, гады. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok